Иисус сказал, о род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Отец стоит на коленях перед Спасителем, просит об исцелении Сына, а Христос говорит такие слова, доколе же я буду с вами, где же вера ваша? Что же вы живете так, что Дух нечистый владеет детьми вашими? А потом говорит Спаситель, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Внимание, это не батюшка рассказал, это не в какой-то книжке сказано, которой можно не доверять. Это святое благовестие Евангелие говорит нам. Что есть бесы. И они иногда над людьми, не молящимися, Богу не поклоняющимися, креста на себя не носящим, не исповедующимся, не причащающимся, не пост, не жизни христианской не соблюдающим. Они вселяются. И достаточно посмотреть на последнее известие, что творится в Европе. Да что и у нас творится с людьми, которые Бога не познали и знать не хотят. Это все то, о чем перечисляется выше. Но Христос, одним словом, повелевает бесу выйти из этого отрока. И мы слышим из Святого Евангелия, что отрок исцелился в тот час. Тогда ученики приступили к Иисусу наедине и сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему». Опять причина не только наших болезней, но и невозможности помочь людям – это наше маловерие. «По неверию вашему». Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горесией, «Перейди отсюда, туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Других средств врачевания нечистого духа нет». И вот сегодня мы, современные христиане, можем задать себе вопрос, «Да это вообще нас не касается. Разве мы можем горы переставлять?» Да вообще, кто горы-то может переставлять, Господи? Как понять Слово Твое? Ведь оно нереально для исполнения нам. Однако, святитель Иоанн Златоуст на это место писал, «Посмотрите на апостолов. Сдвинуть гору гораздо проще, чем сдвинуть гору неверия в душе человеческой. А сколько такого неверия сдвинули апостолы учением своим и привели к свету Христову? Но если ты хотел бы убедиться, что и горы двигают подвижники благочестия, то многое от нас сокрыто». А мне хотелось бы сегодня открыть из жизни одного замечательного святого, очень мною любимого, Марка Афинского. Он жил на рубеже 4-го и 5-го столетия. В 400-м году он приставился ко Господу. А прожил он 130 лет. Удивительный святой. У него была скорбная юность. Рано потеряв родителей, оставшись без ничего, он уединяется в далекую пустыню и проводит выединение. Представьте, что делает мальчишки? Родителей нет. В злобном мире оставаться не захотел. Ушел туда, где слышал, что есть подвижники, есть Бог. Бог есть реальный, живой. Он удаляется в пустыню, обустраивается и молится Господу, постится, читает Слово Божие и возрастает в вере и любви к своему Создателю. 90 лет одинокой жизни в пустыне. Мы себе себе даже представить не можем. Все больше мы слышим одиночество, мучает одиночество. Очень многие пенсионеры и знаемые мною люди говорят, ой, это одиночество, а вам этого не понять. У вас семья есть, у вас внуки есть, а вот я одна или я один, жить не хочется в таком одиночестве. А вот представьте, в одиночестве прожил Марк Афинский 90 лет и одиноким себя не считал. Больше того, когда пришел к нему Серапион, которого Господь перед кончиной жизни послал к этому человеку, представьте, приходит, тоже так в поисках подвижников, ходил, искал, и когда он приблизился к нему, увидел этого, даже человека совершенно странного вида, у него была очень большая длинная борода, он даже на себе имел волосы такого покрова, и он в пустыне проживший, отшельник, с такой, знаете, с глубокой духовной верой и упованием на Бога. Он приближается к нему, а тот увидел его, впервые увидел за 90 лет человека, представляете? И спрашивает по юности своей памяти, и говорит, а крепка ли вера сейчас среди людей? Есть ли среди живущих там, в миру, люди, которые скажут горе, перейди, и она бы перешла? И в это время гора рядом, стоящая, загромыхала и начала движение на, как написано в житве, на 5000 локтей, это около двух с половиной километра. Вот может человек увидеть это движение горы с грохотом, приближающимся к морскому берегу, и не ужаснуться. А старец Марк Афинский повернулся и слышит, гора движется, и говорит, это я не тебе сказал, встань на место, и гора пошла назад. Серапион вообще безмолвствовал, стоял рядом, видел. И он продолжает, так есть в миру вера, чтобы по слову человека гора с места сошла. Он упал перед ним. Отче, нет таких людей, чтобы так слушал Бог своих подвижников, как слушает Господь тебя. И он воздохнул, говорит, оскудела в мире вера Христова. Христиане нынче стали скорее по названию, чем по жизни. Почитайте. Сегодня так просто войти в интернет, и найти житие преподобного Марка Афинского. Прожил 130 лет, скончался в 400 году от Рождества Христова. Кто ищет, тот найдет. А кому это не надо, он в это не верит, он не поверит и тому, что Христос сказал. Он не поверит, что бесы есть. Он говорит, да какие бесы, что вы людей пугаете? Главное, чтобы деньги были. А деньги сейчас все решают. Не решают деньги. Мы с вами знаем, что деньги ничего не решают. Человек, если забывает Бога, он все может потерять. А человек, который приобретает Бога, он все может для своего спасения и для временной земной жизни приобрести. И уж, конечно же, он победит собственное одиночество, потому что, если ты без Бога, то ты несчастный человек, в каком бы возрасте ты не был молодой или юноша, девушка, или престарелая жена, или уже престарелый муж. Ты несчастен без Бога. Не случайно наши мудрые предки сказали, без Бога не до порога, потому что без меня, сказал спаситель, ничего же творить и не можете. Я приведу вам еще один пример. К одному старцу приходит юноша и говорит, а он живет в одиночестве, знаете, ну, как ты столько лет живешь один и не скучаешь? Вот тебе как, ну, веселья хочется в конце концов, ну, какие-то такие, знаешь, впечатления, наслаждения, тебе даже что-то не хочется. Вот как ты сидишь один и вот тут спасаешься, вот поделись, да, у людей мирских вот есть такой вопрос, ну, как можно быть одному, вот стоит человек в храме один, он никого видеть не хочет, вот даже подойди, и ну раз зайдешь, смотришь, человек стоит и тихо молится, вот и подойти к нему не хочется, чтобы он не один, он с Богом живым разговаривает, не мешай ему, ему хорошо сейчас, если человек дома лампадку или свечечку затеплит, встанет на вечернюю молитву, закроет дверь за собой, как спаситель, и начнет этот живой разговор с Господом, не мешай ему так хорошо, наоборот, крик, шум, телефон зазвонил, Господи помилуй, куда бы тебя деть, чтобы ты не отвлекал, опять звенит, кому-то нужно, дайте же мне с Богом поговорить, я не один, хорошо мне с Господом, а люди говорят, как он один там, да не один человек с Богом, никогда один не бывает, и вот к этому старцу, придя этот молодой человек спросил, ну как же ты в это одиночество переживаешь, знаете, что он ему ответил, он так и сказал, я один никогда не бываю, я никогда не чувствовал себя одиноким, как, у тебя ни жены, ни детей, ни родственников, ты же один, я никогда одним не был, я никогда одиноким себя не считал, а знаешь почему, я тебе подскажу, и старец ему сказал, если я хочу поговорить с Господом, я становлюсь и молюсь ему, и разговариваю с Ним, а если я хочу, чтобы Господь со мной поговорил, я открываю Святой Евангелие, и Господь разговаривает со мною, и вот так столько лет я живу с Господом. Дорогие мои, я все это рассказал вам для того, чтобы вы, христиане, никогда не чувствовали себя одинокими, ты один или ты одна, если ты с Богом, то даже как во время войны говорили, если ты один в поле, но с Богом, ты уже в большинстве, ты никогда не одинок, потому что Бог, в Которого ты однажды уверовал, покрестился и носят крестик на груди своей, Господь с тобою, ведь это тоже Его Слово, Которому мы с вами поверили, я с вами во все дни до скончания века, сказал наш Христос, и у меня и у вас нет никаких оснований не доверять этому Слову, а только веровать и жить с именем Господа нашего Иисуса Христа на устах и в сердце, и вот тогда не только одиночество, но и радость придет в наше сердце, этой радостью мы сможем поделиться с другими, потому что те, у которых в сердце еще не живет Христос, это одинокий и несчастный человек, но стоит подарить Ему Евангелие, открыть Ему свет Христов, просвещающий всех, с какой радостью потом вспоминают люди в знакомстве или встречу с вами, которые указали на этот свет, и потом сами приходили и в церковь, и молились, и сами потом читали Евангелие, да и каждый из нас, стоящий сегодня в церкви, наверняка помнит такую встречу, кто-то нам впервые сказал о Боге, о том, что Он есть, о том, что Он живой, и те, кто к Нему пришел, это самые счастливые люди на земле, будьте счастливы, живите с Богом, и Бог всегда будет с вами, аминь. с Богом. с Богом,